В Чадырмском районе тоже есть рост сезонных вирусных инфекций, гриппа, поэтому медицинские работники не расслаблялись. В борьбе с этими инфекциями у нас есть достаточно экипировки как для борьбы с ковидом, так и для защиты от других вирусных инфекций. Мы ужесточили масочный режим в медицинском учреждении, поэтому просим понимание снисхождения со стороны пациентов, если попросят одеть маску, находясь в медицинском учреждении, так как это пусть маленькая, но преграда, барьер от тех вирусов, которые витают сейчас в воздухе. Сегодня в детском отделении Чадырмской больницы находится 38 пациентов, отметила Наталья Папазогла. Очень много обращений, просто не все пациенты госпитализируются, уже зависит от тяжести состояния пациентов, поэтому это так, относительно не скажу, что пошло на снижение. С волнообразным течением, с периодами улучшений, с меняющимися опять новыми волнами. С чем связать? Мы консультируемся с коллегами, да, с Кишинева, мы не работаем сами, мы периодически созваниваемся, уточняем, как у них ситуация. Ну, в Кишиневе тоже значительно улучшающая ситуация. Абсолютно такая же ситуация, да, у нас все сложные случаи, конечно, консультируются, и мы пытаемся найти тот оптимальный вариант для этого ребенка, да, потому что протокол не всегда отвечает требованиям, которые у нас есть в настоящий момент с теми, с той ситуацией. У них точно такая же ситуация, и у них больше возможности обследовать детей, естественно. Вот, и они акцентировали внимание на то, что у нас сейчас идет микс инфекция, то есть грипп с коронавирусом, грипп с какой-то реносинфициальной вирусной инфекцией. Маска, она может быть не защищает 100%, мытье урок может не защищает, но оно значительно уменьшает количество вирусов, поступающих в организм. А, соответственно, и нагрузка вирусная на организм уменьшается, и оно им будет иметь более мягкую симптоматику. Несколько часов, это значит очень тесный контакт, это семейный контакт, заболел один член семьи, я не открою большой секрет, да, когда скажу, что болеют семьями целыми. Да, и до нескольких дней, это когда доза была небольшая, контакт был непродолжительный и нетесный. Грипп, парагрипп, это прежде всего симптомы интоксикации, это ломота, это мышечная боль, это головная боль, это высоченная температура 39-40, плохо поддающаяся лечению. Симптоматика температуры длится до 5-6 дней, и это признаки вирусной инфекции, острой вирусной инфекции, преимущество это, конечно, грипп, парагрипп. Доктораты обострdireна, что, если у человека нет силы с обещанием, он прос nov О ерлерден нереда чокин сан топланер, сулкла макнышаннары пидалан арсиды медик ярдым ичин данышсын. Хем да гриппая каршы аш кой дурцун.